Студия аудиокнига своими руками Михаил Зощенко Искусство Мельпомены Читает Александр Водяной Вы меня спрашиваете, граждане, был ли я актёром? Ну, был. В театрах играл. Прикасался, так сказать, вот к этому вот, как говорят французы, к искусству Мельпомены. А только ерунда всё это. Ничего в этом искусстве нет выдающегося. Хотя, конечно, если подумать глубже, то есть в этом искусстве и много хорошего. Скажем, выйдешь на сцену, а публика на тебя смотрит. А среди публики знакомые, родственники со стороны жены, граждане с дому. Глядишь, подмигивают тебе, спартеру. Дескать, не рубей, Вася, дуй до горы. А ты, значит, знаки делаешь? Не извольте, дескать, беспокоиться. Знаем. Сами с усами. А вот только если подумать глубже, ничего в этом искусстве нет хорошего. Крови больше испортишь. Вот раз ставили мы пьесу. Э, под названием «Кто виноват?» Очень сильная пьеса. Там по ходу действия грабители купца грабят. На глазах у публики Купец, значит, кричит, ногами от грабителя отбивается. А его грабят. Жуткая пьеса. Вот, значит, поставили мы эту пьесу. А перед самым спектаклем любитель, который должен был роль купца вести, выпил. Представляете? И в жаре его настолько бродягу развело, что не может роль купца вести. Как выйдет к рампе, так нарочно электрические лампочки ногой давит. Режиссер Иван Павлович мне говорит, не придется его во втором акте пущать. Передавит сукин сын все лампочки. Может, ты за место его сыграешь? Публика говорит, дура. Не поймет. Я говорю, извиняюсь. Я говорю, сейчас два арбуза съел, и потому не могу к рампе выйти. Я извиняюсь. Извиняюсь. Нет, браток, выручай. Хоть на одно действие. Может, тот артист опосля очухается. Не срывай, говорит, просветительной работы. Ну, хе-хе, упросили все-таки. Вышел я, значит, к рампе. Вышел по ходу действия, как говорится, в пиджачке. Только что бороденку чужую приклеили. Вот я и купец. Публика, хотя и дура, а в раз узнала меня. А я, говорит, Вася вышедший. Не роби, говорит Вася. Дуй до горы. А я говорю, робеть мне, граждане, не приходится. Раз, говорю, критический момент, артисты сильно под мухой не может к рампе выйти. Ну, короче, начали действие. Играю я, значит, купца, которого грабят. Кричу, махаю руками, ногами отбиваюсь, как положено. И я в дорогах чувствую, что вроде кто-то из любителей действительно мне в карман лезет. Запихнул я пиджачок в сторону от артистов. Отбиваюсь уж по-настоящему. Прямо по роже бью. Ей-богу. Говорю, не подходите, сволочи. Честью прошу. А те, значит, по ходу действия наседают на меня и наседают. И тут раз, и вытащили у меня бумажник. Восемнадцать червонцев. А тут уж и к часам прутся. Я кричу не своим голосом. Караул! Помогите! Спасите! Граждане, это уж не пьеса. Меня всерьез грабят. А от этого полный эффект получается. Публика дура от восхищения в ладоши бьет и кричит. Давай, Вася! Давай! Не поддавайся, милый! Крой их гаду по башкам. Я кричу со сцены. Не помогает, братцы. А сам стягаю прямо по рылам. Вот так, вот так. Эх, врешь, не возьмешь. Вижу, один уже кровью исходит. А другой вражий сын назад пятится. Ага, знай наших. А после опять наседают на меня. Я кричу, братцы. За какое страдать приходится? За это самое искусство? Да это уж какое-то скотство получается. А режиссер из-за кулис шепчет. Молодец, Васька! Дуй, говорит. Давай дальше. Вижу, ничего не помогает. Потому, чего не крикнешь, все по ходу пьесы получается. Встал я уж на колени. Братцы, говорю. Режиссер, говорю. Иван Павлович. Не могу я больше. Спущайте вы эту занавеску. Последнее, говорю, сбережение. Всерьез пруд. Ну, тут многие театральные специи из кулис наконец выходят. Суфлер, значит, и свои будки вылезают. И говорят между собой. Граждане, у купца нашего разбойники вправду кошелек сперли. Какой кошелек? Отвечает один из бандюк. И дает дюру. Ах, дали занавес. Воды, вижу, принесли. Напоили меня. Братцы, говорю. Режиссер, говорю. Иван Павлович. Покуда пьеса шла. Кто-то бумажник спер. Устроить обыск надобно Среди любителей. Чужие кошельки воровать. Ну, денег так и не нашли. А пустой бумажник Кто-то в кулисы тянул. А вы что говорите? Что вы говорите, я вас спрашиваю. Вы говорите искусство? Знаем. Играли. А карманы-то пустые. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»